Кто бы мог подумать, что свобода это языческая богиня Своба, которая была ответственна за все леса на земле и за волю. Волю в значении свобода. Итак, свобода это всего лишь имя богини, которая давала вольность всем людям и оберегала ее. Философы спорят о том, что такое свобода. Обычные люди тоже очень часто говорят о том, что такое свобода. Все мы склонны размышлять о значении такого явления, как свобода. Что же такое свобода? Кто-то говорит, что это право выбора. Кто-то говорит, что это когда человек стоит выше всех обстоятельств в твоей жизни. Свобода, говорят, что это то, что ты можешь себе все позволить. Когда ты сам планируешь свою жизнь и живешь так, как хочешь. Много значений свободы, но по сути своей свобода это... Ну и сейчас тоже начну давать какое-то свое определение. Поэтому опять вернемся к философам. Рассуждения философские по поводу того, что свобода бывает внешняя, но свобода бывает внутренняя. Внешняя свобода это свобода от ситуаций, обстоятельств, от каких-то законов, каких-то устоев, каких-то правил. То есть все, что происходит вовне и чем мы сами по своей воле руководим или поступаем. Свобода внутренняя это свобода от наших страхов, от наших эмоций, ненависти, любви, например. Хочу, люблюсь, я свободен в этом. Хочу и не буду ненавидеть никого. Или наоборот. Свобода внутренняя и внешняя. Но как же быть свободным во всех этих обстоятельствах, вовне и внутри? Мы все задаемся таким вопросом. Иногда каждому из нас кажется, что вот он, я уже свободен. И мне тоже казалось, когда я отправлялся в свое путешествие, что я свободный человек. Хочу и поступаю таким образом. Но на протяжении долгих лет моего пути... Долгих дней. Опа! Долгих дней моего пути... Оговорочка. Я заметил, что как только я ухожу из момента здесь и сейчас, я сразу же становлюсь несвободным. Потому что возникают какие-то ситуации, которые, например, мне не нравятся. Возникают какие-то эмоции, которых мне не хочется испытывать. Например, где-то в темном лесу возникает чувство страха. А, сейчас появится некое какое-то животное. Это к примеру только. А, получается, от эмоций не свободен, от ситуаций каких-то тоже не свободен. И только в моменте здесь и сейчас я могу оставаться свободным. Потому что я не имею желаний в прошлое, в будущее, я не имею воспоминаний в прошлое. И вот она, свобода. Как поется в песне, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Это вот я немного перефразирую эту фразу. Есть только миг, один миг свободы. Он между прошлым и будущим. И он находится здесь и сейчас. И в каждое мгновение, пока мы не провалились с вами в воспоминаниях о прошлом, или не ушли в мечты о будущем, мы остаемся свободными. Как внутри, так и снаружи. Но это только лишь мои рассуждения. И я продолжаю свое путешествие. Удачи вам, удачи мне. Будьте свободными. И до встречи в пути. Спасибо. 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 Спасибо.